Утром, днем и вечером одного цвета снежного. Дорожные знаки в городе, к примеру, по Павловскому тракту, не чищены. И такую картину автомобилисты наблюдают вторые сутки. Риск попасть в аварию увеличивается в разы. Много молодых водителей, которые еще не знают, где... Мы-то весь город знаем, как бы мы ездим уже, знаем, где их проехать и какие знаки стоят. А молодые, которые вот окончили только школу, они не знают. Вот для этого и надо все делать. Лично для себя проблем не испытывают. Это создает аварийную ситуацию в городе? Безусловно, особенно для многородних, которым тяжелее сориентироваться. Если под снегом прячется, к примеру, знак, ограничивающий скорость, можно, конечно, словить штраф от инспекторов. Но это еще полбеды. А вот как быть, если за снегом не видно важнейшего знака пешеходного перехода? Вот представьте, едет водитель. Дорожного знака, естественно, он не видит, так как он занесен снегом. И сбивает насмерть пешехода. И возникает спорная ситуация. Доказать вину в данном случае водителя будет очень сложно, так как знак вроде бы как есть, и его вроде как и нету. Дорожные знаки нечищены и в центре. За их содержание и расчистку в рамках госконтракта отвечает подрядная организация. Но представители мэрии нам пояснили, бригады только две. А знаков в городе множество. Не успевают. У нас в городе порядка где-то там 20, грубо говоря, тысяч дорожных знаков установлены на уличной дорожной сети. Когда, допустим, на Павловском тракте дорожные знаки будут почищены? На Павловском тракте они будут завтра выезжать. Потому что сегодня вот они по комплексам работают. Ну, в том числе и которые на Павловском тракте расположены. А сама магистраль именно как Павловский тракт, ну, у нас в плане на завтра. Расчищать дорожные знаки специальные службы должны в течение суток. Но, как говорят сейчас, с обильными снегопадами у них просто на это не хватает времени и они не успевают. Ну, тогда придется делать это самим. Как нам пояснили юристы, сотрудники ГИБДД должны выходить в рейды и отслеживать своевременную расчистку дорожных знаков. В случае нарушения подрядной организации выписывают штраф.